Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна аптека Диана Девушка, девушка! Здесь больница рядом, совсем рядом больница! Нет, ему сердце на месте надо Если у вас будет она Many Kids Побольше, побольше, на спиртную Боярышки там побольше И столько колен было Да-да, давайте, давайте Вот так вот Пантакир, там больше нет у вас? Тоже давайте сюда А вот вам пригласительный на концерт Большое спасибо вам, все, пожалуйста, спасибо, все, до свидания Большое вам спасибо Извините, до свидания До свидания, все, до свидания. До свидания. Слушай, этот Боярочный, ну, мужик, я так... Так, все, как конец пьется прямо. Ну, давай, не зачершивай. Все, давай, поехали. Папа. Ну, артисты, ну, артисты. С концертами к нам приехали. Так незнаменитый. Знаменитые все по заграницам, а это так, шушера. Похватали настойку календулы, пантокрин, боярышник. У этого, знаешь, высокого такого, благородного. Сердце прихватило. Вот у него, где прихватило. Они у тебя, дурочки, выдурили всю настойку на спирту. Да ты что? Ну да, товарищ кино. Товарищ кино. Знаешь, как у нас их называют? Товарищ вино. Это что, мне, что ли? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпускай шасси. Шасси. На прямой. На прямой выпустим. Шасси. Я этот фильм видела в пятом классе. Алианта, сейчас встань. Прибирай. Прибирай газ. Да, не дождяй. Прибирай газ. Что делаешь у брака? Сокремная и прямо на сцену вашего Дома культуры Верующий артист советского кино Игорь Мишаткин Браво! 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 Я молчал, я только слушал Что же в тайне не устал В тайне слышал А в пятом классе, по-моему, мы все по нему с ума сходили Понятно Я ждал, как чудо, как зорь рассвета Ладоней ваших у лица Мы едем где-то Пускай же эта дорога будет без конца Я ждал, как чудо, как зорь рассвета Ладоней ваших у лица Песня, как песня, ее же авторы сочинили, а не твой Мишаткин Ну, авторы, авторы придумали, а Мишаткин спел Ну ладно, спокойной ночи Спокойной ночи Пока Пока Понедельник, вторник, среда, середина недели Потом четверг, пятница, суббота, пироги, печи В воскресенье их есть И так всю жизнь Больше ничего не им будет Тебе здесь нравится? Нравится Здесь мой дом А из дома выйдешь, сразу трава, видишь? А вот в городе Люди подняты на этажи, оторваны от земли И поэтому, мне кажется, у них рак Нет, ерунда Это от душевной пустоты Бывает А вот у меня пустоты нет Потому что у меня здесь дом, жена, сын Эля А может, мне мало надо? Эля Скажи, я, может быть, действительно Элечка Эля, послушай меня, Эля Эля, ну, скажи мне Почему ты такая чужая? Как будто тебя нет со мной А если нет тебя со мной, значит, меня нет Эля, что мне делать? Ну что? Что? Скажи, Эля Ну, пойдем 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 Елена, просить На стойке календулы пять флаконов На стойке боярышника пять флаконов И Пантакрина сколько дадут? Но ей ведь вчера столько дадут Эля Нора У нашего с вами друга натура талантливая и артистическая То ему нужно поднять тонус, то снизить его То ему нужно расслабиться, то, извините, забыть Мы не даем столько в одни руки Девочки А сейчас ему особенно трудно Он утверждает, что у него любовь О! Да, да, любовь Посудите, Савин Всю ночь ходил туда-сюда, туда-сюда Пил, гремел, блевал Извините А на самом деле Распространенный тип сорокалетней сиротки Душа запущена Тело запущено И всем вокруг его жалко Ах, непонятый талант Ах, хрупкая душа Он ведь действительно талантливый Какой он талант, Элеонора? Халявщик он Живет на халяву И пьет на халяву Ой, ну что вы Меня тут весь городок знает Нас со Шварценеггером весь мир знает Прошу вас Да К вам можно, Игорь Всеволодович? Прошу вас Здравствуйте Я вчера подошла после концерта К вам поблагодарить Вы помните? Но вы спешили И пригласили меня прийти сюда Сегодня Я понимаю, конечно Вы предложили мне это из искренности Из, эм Приличия Но мне это надо Я хочу вам сказать Спасибо Вы вчера Заставили меня пережить Неблагодаренные минуты Я пришла вам сказать Что вы очень нужны людям Вы несете искусство в массы Я хотела преподнести цветы Но цветы обычно дарят женщинам Поэтому позвольте мне Преподнести вам Суровый мужской подарок Ты хоть оденься Неловко как-то Скажите, пожалуйста А у вас что Французские коньяки Продаются без талонов? Нет Вы знаете Мне дарят Мне все время дарят бутылки А я не пью В аптеке целый бар скопился Я его держу Для подарков Или же С грузчиками иногда Рассчитываюсь Да что вы говорите Ага Так О Скорее, пожалуйста А Жан-Поль Бельмондо К вам когда последний раз приезжал? А давайте прямо сейчас и выпьем Ты что, в таком виде собираешься? Я почему об этом спрашиваю? Как-то мы приезжали с тобой На съемки Идем мы с ним по улице Вот Очень смешная история получилась У тебя пятно Идем мы с ним по улице Вот Подходит к нам девушка И спрашивает Дай рубашку У меня всего две И спрашивает Скажите, пожалуйста Ну вот хорошо Одна тебе, другая мне Нет И спрашивает у нас Значит Ну что у нас гости подумают Подумают, что артисты Одну минуточку Индия Цент на хлопок 41 по воротничку Так это же мой размер Они недорогие, но редко бывают Я стеснялась вам отдать Очень бытовой подарок А вы человек необыкновенный Какое счастье, что встречаются Такие девушки, как вы А я одна такая Значит, какое счастье Встретить вас Совет вам и любовь Не буду вам мешать Я на репетицию Ясаву 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 Ночи горится Раздать Макароны Кармета Боленский Псик На эти Идет Анатолий Тимофеевич Здравствуйте, Забеля Яна, здравствуй Анатолий Тимофеевич От твоего решения Все зависит Напиши, что шахта Виноватая Валик все равно Под землей Никто не узнает Ты же его одноклассник Тетя Лида Вы же знаете Валик пьяный был Пьяный на работу Пришел Это он виноват А не шахтер А кто знает На него 40 тонн Упало У него, когда откопали Брови были седые Валичек мой помер Пьяный или не пьяный А детей поднимать надо Чем же они виноватые Так Значит Сами будем портачить На государство сваливать У нас государство богато Вот пусть раскошеливается Я не имею права Козел ты, Толик От твоего же решения Детям пенсия зависит Вот так все рассуждают Нужно организовать Показательный процесс Чтоб другим неповадно было Пьяными на работу приходить То сам погиб И государству ущерб Мы тебе два мешка Картошки принесем Мы бы тебе заплатили Да у нас нет ничего Ты же сам знаешь А детям пенсия надо Тетя Лида Как вы мне стыдно А меня кто защитит, а? Не могу я Брать пока не научился Пойдем, дети Говно ты, Толик Вот так Вот так Тьфу Получил? Доволен? Эля Может действительно И говно Как я устала От твоей этой правды Здрасте Мне Элеонора Александровна Лекарство для товарища Обещала А, ну проходите, конечно Проходите Спасибо Да проходите же Проходите Здрасте Эля Эля К тебе гость Это Мишаткин Артист О, Господи Я пропаду без вас Спасите меня Спасите меня Мне очень плохо без вас Если закон не позволяет людям жить там, где не хотят Такой закон нужно обойти Почему кто-то может жить в столицах, а кто-то должен жить на огородах Ты понимаешь меня? Отчего так происходит? Нам что, здесь плохо? Делай не в это Неизвестно, что там тебя ждет Главное не туда, а отсюда Из поселка вырваться Кирюша тебе забудет Ничего Забудет Опять вспомнит Это жизнь У него вся жизнь не впереди Я понимаю Главное, чтобы тебе было хорошо Толь, хорошо, что ты понимаешь Развод фиктивный Я выйду замуж Разведусь Пропишу в Минске Вытащу тебя Кирюшу В Минске я не что Ты понимаешь Толь, развод фиктивный Я знаю Я верю тебе, Эля Я верю Эля, дорогая Я верю Я буду ждать тебя Эля Я люблю тебя Горько Горько, горько И еще разок горько Ну, может, сначала выпьем? Давай А теперь, Горько Вот так Превратности судьбы Еще неделю назад Вы жили в глухой провинции А сейчас В центре Замужем за киноартистом Ой Комната в коммуналке Артист не снимается Живет на 43 копейки в день Большая удача У тебя все будет Да Я полагаю, пора уходить Дай сюда Пожалуйста А куда он пошел? Все Сейчас по столикам пойдет А почему? Ну Попоет Ему набьют Он не такой Он всякий И мы его любим Нет, он глубине порядочный человек Да У каждого свои слабости Привыкайте, Элечка Нет, он не такой А рассчитываться кто будет? Все нормально, Валечка Я рассчитываюсь А то Мишаткин любит перед десертом улизнуть Нет, нет Это наш свадебный подарок О, Анчар Здравствуйте Виктор Павлович Не унижайся Все равно не возьмет Неужели у тебя работы мало? Ну ты же прекрасно понимаешь Что я всю ее готов поменять На один эпизод, Ланчар Мне настоящей работы хочется Всем хочется Думаешь, Мишаткину не хочется? Ну зачем ты сравниваешь? Тихо За премьеру Всем спасибо Мишаткин, заканчивайте Закрываемся Ну, Игорь Хорошего Я обманул тебя Зря ты Приехала Я жил тобой, но Игорь, я у тебя есть Я тебе помогу Пойдем Ну пойдем, мой хороший Пойдем домой, слышишь? Я уже не талант Ничего не хочется Пойдем, пожалуйста Жить не хочется Ну пойдем Ну пойдем, мой хороший Ну все, пойдем Ну пойдем Маму Маму жалко Ну не надо, Игорушек Игорь спит Он вчера женился Дело в этом Жену? А вы что, с ней знакомы? Элечка Вы уже проснулись Доброе утро Вас к телефону Меня? Ага, спасибо Только без рук Артист отдыхает Прекратите Пыльщук звонил И деньги требовал Ой, как нехорошо Игорек часто занимает А потом забывает Отдавать Дурная привычка И много он должен? 518 Мы все надеяли Что его пригласят Сниматься А его не приглашают А время идет Бог совсем забыл Про нас Но это естественно У него и без нас Хлопот полно Кого? У Бога Ну ты подумай Время годы менять Землю снегом покрывать Людей рожать Сколько мальчиков Сколько девочек Мама А что если я кофе сварю? У нас кофе нет Элечка, мы бедные И вы так живете Ничего не делаем А что тут можно сделать? КОНЕЦ КОНЕЦ Литичев Пятая кабина Пятая кабина Литичев Литичев Пятая кабина Алло Алло Толя Толя, здравствуй Толя, это я Эля Толя Ты знаешь Мне сейчас очень нужны деньги Тысячи рублей Одна тысяча Ну Вот что-нибудь сделай Ну достань где-нибудь У матери возьми Возьми у матери Ну собри что-нибудь Толик Как Кирюшенька Толя Толя, привези мне его Слышишь? Ну привези Не скучай ужасно Толя Ну хотя бы на несколько дней Ну на чуть-чуть Ну пожалуйста, Толя Алло Толя Ты меня слышишь, Толик? Алло Алло Так, девочки Начинаем Приготовились Приготовились Все помним Носочек тянем Спинку держим Я же сказал Вы не дали И веселее Я думаю Можно попробовать Актер неплохой Приготовились Здравствуйте Здравствуйте Нина, Нина Ну Работаем Работаем, девочки Все вместе Все вместе И И веселее Здравствуйте Здравствуйте И раз И раз Я жена артиста Игоря Мишаткина Да, да Есть такой Есть такой Ниночка Ниночка Держи ножку Нина И раз И раз Пропадает Человек Пожалуйста Мы позвоним Вы не позвоните На меня пошли Кино не просят Кино ждут Я думаю Хорош Мы можем позвонить Жене артиста И у него будет шанс Так, задняя линия Пошли Вы не верите в сказку Про Золушку Девочки, все ко мне Нет Все вы тут Горнолыжники Почему горнолыжники? Когда один ломает себе шею Всем остальным некогда Все на скоростях Но ничего Когда-нибудь вы тоже Сломаете себе шею И вам тоже никто не поможет Вот, типаж Кто это? Эпизодник Враг народа О, Господи Один в конце Другой Ну, все киреют Ну, киреем Ну, все мы киреем Ну, елки-палки Сергей Павлович Сказали Горнолыжники? Горнолыжники Так ты знакома с Анчаром? Знакома? Может, за меня замолвишь, а? Ну, замолви Ой Ё-моё Ни кожи, ни рожи Это ж надо Надюш, надо больше подчеркнуть мешки Он все-таки заключенный Так, так, нет, нет Вот О-о-о О-о-о-о Больше, больше давай Вот, давай Хорошо Хорошо Давайте посмотрим Да, давай посмотрим Тогда ясно станет шапкой Давай Нет, это мне к черту не ледится Это так Это вообще не отсюда Нет, это все надену Вам шапочка не нужна? Нет Подруга, посмотри мое барахло Ладно, иди, я постерегу Под чем светерок? Вот это Пятьсот Это второй курс Второй курс института Пятнадцать лет тому назад Сразу главная роль Летчик Игорку в автобус было не войти Все узнавали Приходилось на такси ездить Такси, если денег не брали Вот Бесплатно возили А потом как обрезалось Сейчас я тебя Сейчас я тебя Она может Она может Она может А я не могу Я не могу Понимаешь Я художник Я художник Я художник Я художник Я художник А она спекулянка Шапочки вяжут Ляжет в шапочке Особенно второй Красивой Ты помнил Ты помнил Только без рук Подожди Только без рук А Твоя места Извините 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 Не надо вас благодарить Они пришли Вон они стоят Зелененькие С ростками Я боюсь Уху Мама Мама Я хочу В Тёмную комнату Я хочу В Тёмную комнату Я хочу В Тёмную комнату Смешать Хочешь Хочешь Мы с тобой Умур с морем Хочешь Уснула Элечка Спасите Игорька Уложите Кирюшу Коля, это Лебеков. Можно я у тебя сегодня переночую? Ну, примерно. В общем-то так. Хорошо. Спасибо, старик. Пока. Простите, это диспансер или что? Что? Я жена артиста Игоря Мишакина. У человека очень плохо с нервами. Если вы его поставите на учет, он будет невыездной. Я прошу часто. Я субтитры сделал DimaTorzok. Я не знаю, что с нервами у вашего мужа, но у вас они явно не в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Он, конечно, талант, но ведь алкоголик. Я устал. Нет больше сил. Я не могу больше. Он стал сниматься. Спасите его. Он же гений. Его можно сменить, доктор? Я думаю, что можно. Я это сделаю. Как? Мне очень трудно все это вам объяснить. Подробностях вы не поймете. Но суть метода заключается в том, что блокируется тот участок мозга, который заведует боли. Алкоголизм это болезнь боли. Понимаете? И часто вам это удается? Ну, частенько. Это моя особенность. Я это могу. Мамочка, он гений. Гений, который сидит в обыкновенном районном диспансере. Конечно, черт знает что. Только у нас в стране так может быть. В Америке миллионером бы уже давно был. А тут нищий. Жена выгнала. Извините. Да нет ничего. Но только если вдруг он захочет выпить, вам надо найти меня. Достать из-под земли. Я должен буду его разблокировать. Иначе это плохо кончится. А если у него желание пить, окажется, сильнее желание жить? Да нет. Инстинкт жизни это самый сильный инстинкт. Том. Мужчины трусливые. Он не будет пить. За что мне такое счастье? За прежние страдания. Закон компенсации. Всегда и везде за тобою. Как призрак я тихо прожжу. И стартною думай порою. Я в ясные очи гляжу. Полю и неги и страсти. Они так приветно горят. Не столько любви, столько счастья. Они мне порою судят. Я в ясные очи гляжу. Я в ясные очи те станет. Я в ясные очи гляжу. Я в ясные очи. Слушай, папа родной. Кирюша, Кирюша, сыночка, ну что ты? Ну иди ко мне, иди ко мне. Ну, сын, сынуля мой, ребёнок мой. Ты должен выглядеть художником, хозяином жизни, который почему-то живёт в коммуналке. Скажи ему, тебе приезжают коллеги из-за рубежа, артисты из сострана, тебе нужна квартира. Зовут его Станислав Липеневич. А там всё договорено, всё схвачено. Послушай, а коньяк? Коньяк в самом конце. Обязательно. Не перепутай Станислав Липеневич. Подари ему журнал, свои фотографии. Обязательно. Да бросьте вы. Вчера партизаны, сегодня ветераны. Стата Чернобыча, партизатор Афганской. Я хотел остаться на крупной. Я там и родился. Подпиши, пусть будет с автографом. Митингов. С точком их угадить. Заигрывайте. Как зовут? Станислава Викентичу. Станислава Викентичу. Значит так, для начала мы тот дом, юбилейник, у вас забираем для начала. А пока вы соберётесь, мы уже приняли решение. Да бог с ней с квартирой. Да, за моей подписью. Только быстро. И семь тысяч. Мамочка! Да. Всё, я побежала, позанимайтесь с Кирюшей. Из города позвоню, мне обещали французскую шерсть. Всё, пока. Не волнуйся. Хорошо. Никогда хорошо не жалей и нечего начинать. Возьми две спички. Прибавь ещё две спички. А теперь посчитай, сколько у тебя всего спичек. Пять. Почему пять? Потому что четыре – это квадратик, а пять – это рамочка. Какая рамочка? Рамочка и всё. Игорёк! Элечка не звонила? Спекулирует твоя Элечка. Шапочками и свитерочками на рыночке. Игорь, ну как тебе не стыдно? Ты интересуешься моей женой. Я тебе отвечаю, что тебя не устраивает? Игорь, позанимайся, пожалуйста, с этим малышом. У него какие-то странные фантазии. У меня три картины. Три! А ты меня заставляешь учить таблицу умножения. Ну, Игорь, ну... Два прибавить, два, будет пять. Два прибавить, два, будет пять. Замолчи. Ты не мешаешь работать. Сам замолчил крокодил. Тише. Он на речке все расскажет. Что ты все заладила? Ах, Элечка, ах, фея из сказки. Да, квартира, да, работа. Но я снимаюсь, потому что я талантлив. А квартиру мне дали, потому что я родился и прожил в ней 40 лет. Слушай, я не виноват, что я родился в такой стране, где за все надо вставать на уши. Вот она может, а я нет. Я художник и не должен тратить на это время. Никогда хорошо нежели и нечего начинать. Никогда хорошо нежели и нечего начинать. Никогда хорошо нежели и нечего начинать. Вон ручку. Другую. Хочешь пастилы? Кушай. Ирюша, сынок, ну что ты стоишь? Ну давай ко мне, ну, ну быстрее, давай Ну, опа, ух ты богатырь какой у меня, сынок, это мой родной Здравствуй, Эда Здравствуй Ну как ты? Ничего, все нормально У нас поезд скоро Хорошо Ну как так дела? Маму Нормально, нормально, спасибо Ирюша, бабушка тебя ждет, дедушка, с Леночкой играть будешь? С Леночкой? Какой Леночкой? Дочка у нас родилась У кого родилась? У нас с Веркой Ты что, женился? Расписался? Ну, не расписался, так живем Вот Ты же обещал ждать Так я жду С Веркой? Нет, не с Веркой Один жду Верка не ждет С Веркой не ждет С Веркой не ждет С Леночкой? День64 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отец Игорька умер молодым, так ему на могилу кто-то носил розы, бабник был царство ему небесное, Игорек весь в отца. Блондинка с турками, не выходите на проездный шаг. Доктор! Доктор! Здравствуйте! Привет! Что это вы так смотрите на меня? А что, нельзя? Нельзя. Я лечу вашего мужа. Получается, с одной стороны, я исцеляю его. А с другой? А с другой, краду его жену. А вы не крадите? А вы не смотрите. Прошу вас, сеньор. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ты знаешь, что? Что? Я ведь без тебя сдохну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как это? Закодировал. Хорошо, мамочка, я попрошу, когда увижу. А по-моему, он еще не уехал. Миленька, это у вас настоящее? Да, мамочка. Да, мамочка. Вот такой, он засредоточен, помнит. У него подозревают раку. Вот такой поставили диагноз, чем-то. Если ты ему поможешь, если ты его исцелишь, у тебя будет все. Будет все замечательно. Я не понял, что все? У тебя будет своя клиника, своя лаборатория. У тебя наконец-то будут нормальные условия для работы. Он сейчас очень взволнован, очень нервничает, переживает. И разумно будет воспользоваться тебе этим. У него в руках весь жилой фонд города. Понимаешь? Поцелуй меня. Не могу. Сейчас мне нужна энергия. Хорошо. Я Алибеков, меня ждут в восьмой квартире. Проходите, товарищ. У него не рак, а жир средостейный. Ничего. Полечишь, все получишь. Зачем? Ну как зачем? Станешь хозяином жизни и не рабом. Хозяин не рабами не становится. Ими рождается. И в тюрьме может быть хозяин, а правительство ржат. Что ты хочешь этим сказать? Мне и так хорошо. Я тебя обожаю. А вы знаете, отчего умер Квилов? Какой Квилов? Из Савмина. Да нет. Посмотрите. Ворона и лисица. Ну? Так вот, он умер от переедания. Просто лоп. Петя! Доктор, мы же договорились. Можно последний раз поесть? Последний? Раз. А? Моё лечение – голод. Мои сеансы – и голод. И голод. И все. А вы думали? А я думал, что моё лечение уже будет тот свет. За прекрасный раз. Спасибо. Слушай, а как ты вообще распознаешь, где рак, а где жир? Слышу. Как это? От плохой опухоли идёт холод. А от доброкачественной – тепло. Своя ткань. Вы много едите, у вас 50% лишнего веса. А я ведь думал, что помру, а? Честное слово, думал. А теперь нет. Теперь поживу, поживу, а Макарову… Макарову я покажу, Кузькину. Ого, а кто такой Макаров? Макаров? Это так, перестройщик один. Слушай, а где ты этого задохлика нашла? Он не задохлик, он гений. Для клиники ему нужен особняк в центре города. Чёрт с ним. Особняк там. Только ремонтирует? Только ремонтирует, пускай за свой счёт. А можно и бесплатно. Сто восемьдесят тысяч. Сколько? Сто восемьдесят тысяч. Между прочим, у нас высшее образование. Мы философы. Да, но я же вам плачу не за образование, а за работу. Слушайте, у вас, по-моему, плоховато с устным счётом. Вы всё время нули прибавляете. Как хотите. Колоти сами. Слушай, Элька. Нам надо что-то решать. С кем? С нами. С тобой, ты со мной. Ну, чё ты молчишь? Старуху жалко. Старуха такая, что не ударишь. Здравствуйте. А ты кто? Папу. Папа занят. А что ты хочешь? Хорошо, я передам. До свидания. Это твоя жена и дочь. Приглашают тебя на лимонный пирог. Вот видишь, Алибеков, как всем нужны хозяева жизни. А неудачников выгоняют и меняют замки. Алибеков. Вот ваш что-либо. Алибеков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из 80 минут экранного времени Игорь Мишаткин прожил на экране 4 минуты и сказал всего одну фразу «Никогда хорошо не ожили, нечего и начинать». Но запомнился и он, и фраза. Игорь Мишаткин 10 лет находился в простое. Проставила большой настоящий талант. Это бесхозяйственно с точки зрения государства. Ведь когда простаивает павильон, это ЧП, чрезвычайное происшествие. Время выбирает человека, если человек этого достойен. Как это прекрасно сказано. Время выбирает человека. И все это вы, Элечка, вы великий человек. Мамочка, ну вот давай за это мы и выпьем. Вы тоже художник, Эленька. Вы художник. Вы понимаете, Эленька, успокойтесь. Пожалуйста. Успокойтесь. Эленька, вы тоже художник. Эленька. Еленька. Шеф? С премьерой. Всем спасибо. Краткость, сестра. Как всегда, афоризм. Ваше здоровье. Из 80 минут экранного времени Игорь Мишаткин прожил на экране 4 минуты и сказал всего одну фразу. Ваш муж гений, простите, вы должны мне верить. Я на этом деле съел собаку. Прошу. У вас легкая рука. Это ваш успех. Извините, пожалуйста. Маленькая мэра. Прис, ты бы хоть жену пригласил. Неудобно. Тебе неудобно, ты приглашай. Отвали. Ах... Совсем недавно трешки сшибал, а? Да? Подонок. Вы не хотите сказать мне спасибо? Не хотите? А вы мне? Вы были правы. Все мы, действительно, горнолыжники. Лыжники. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Ну, как ты поживаешь? Ты же говорила, что сдохнешь без меня. Без тебя я, может быть, и сдохну, а может и нет. А вот без дочери точно сдохну. Ты музыку в машине включи, чтобы веселее было ехать. А вот это уже не твоё дело. Как хочу, так и поеду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, проходи. А мы вот ремонт затеяли. Вот. И Кирюша мне помогает. Субтитры сделал DimaTorzok Где? Это наш госпитал. Валютное отделение. Отдельная палата. Их медикаменты и посещение. В любое время. Данк. Вам стало плохо в моей машине. Я очень испугался. Так умерла моя жена. В моей машине я думал, что вы тоже умрёте. Сердечко прихватило. Но с их сердечными гликозитами дело одной недели. Вы будете жить. Вы не рады? Мне всё равно. И мне нет. Это хорошо. А моя жена не хотела жить. У неё была боля к смерти. Я тоже не хотел жить. Потом стало всё равно. Долго длился вечер. Одиноквости. Можно так сказать? Можно, можно. Можно. Потом я увидел на улице тебя. Ты очень похожа на мою жена. Васензи. Дитсур без ином комен. Боже. Господи. Моё сердце открыто для тебя. Пойди в меня. И сделай меня такой, чтобы ты был доволен. Ну, я пошёл. У меня в 12 съёмка. Мне ещё загривироваться надо. Вот. Эпизодик. Но ответственный. Ответственный. Слушай. Можно я у тебя пою? А то я позавтракать не успел. Ешь. Спасибо. А ты не хочешь? О, крошечка упала. Слушай. Нормально кормят у вас? Сыр вкусный. А у нас сыр совсем пропал. Кроме адыгейского, ну ничего. И то редко. Прости. Кушать очень хочется. Слушай. А говорят, что Лебеков твой любовник. Да ладно, я не в обиде. Всё хорошо, что хорошо кончается. Ты свободна. Я свободен. Понимаешь? Я с той женщиной. Ну, ты помнишь. Симпатичная. Мы тоже решили пожениться. Общенности интересов. Вместе ездим. Экспедицию. Фу. Прости. Шампанское. Сейчас Петрушечкой закушу. Вот. Когда... Когда бросаешь пить, совсем другая жизнь. Абсолютно другая. Пить мне не хочется. Абсолютно не хочется. Ну, Так, иногда. А вообще не хочется. Ну, и жить не хочется. Послушайте. Вы как сюда попали? У меня к тебе просьба. Скажи. Маме. Что это ты? Развод захотела. Хорошо? Хорошо. Ну, вот и умница. Это на дорожку. Майн гот. Он был пьяниц, опустившийся. Бродяга почти. Из другого сделала хозяина жизни. Вот они меня и бросили. Что значит бродяга? Ну, бродяга... О, странные. Русские мужчины. У меня есть идея. Моя... жена Паула умерла. Десять лет я жил. Пойнарцы. Просто... чтобы жить. Ты лежала на пустой улице, когда я мимо ехал. Я поднял тебя в машину. Ты очень похожа на мою жену. Она меня бросила. Уже сказали, умерла. Это и есть. Бросила. Навсегда. Я тоже не хотел жить. Теперь я вижу, что жизнь дает мне шанс. Спасибо. Если тебя ничего не связывает, я женюсь на тебя. Не отвечай сейчас. Возьми время думать. приятного аппетита. Ты не хочешь? Ты не голоден? Очень голоден. В чем дело? Я должен... должен... дома. Дома должен кушать. Все должен быть орденок. Готен аппетит. Данкишин. Я такую шубу видела из енота. Что на это скажешь? Буржуазность сейчас не в моде. Сейчас в моде русские ватники. Их продают в магазине рабочая одежда. 11 рублей. Это с всякой синтетики 100% хлопок. Ты хочешь, чтобы я приехала к тебе в премиум ватнике? А то бы не подумать, что ты в Союзе взял жену из тюрьмы. Ты жмот? Что? Есть жмот? Жадный. Знаешь, я живу на процент. С капитала основной. Капитал не трогаю. Процент? Это внуки. А как? Процент внуки. Капитал дети. Мы говорим о разных вещах. Я русская, ты немец? А? Немец, немец. Но я очень счастлив с тобой. Ты только не расслабляешься. Я положил. Я положил. Мудрый положил. А ну, что? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сердце твое все будет. Да, счастлива. Ай, походу. Да, походу. Сделай посалку. Все будет. Я как можно спросить, а обязательно тебе. Пожалуйста. Хорошо. Ладно? А почему они в воздухе? У них любовь. А-а-а. Ну, и они летают. Да-да. Ты понимаешь счастье? Это тебе. Я всегда стремилась к красивому. Этим жила. Это было смыслом моей жизни. Ты всегда? Да, я всегда. Об этом мечтала, да? Я всегда об этом мечтала. Этим жила. Ах, а сейчас я старею. Все уходит. Я не могу к этому привыкнуть. Мне кажется, я стою над пропастью. Ну что ты, Катюша. Я провожу тебя немного. Димашин. Есть люди, которые умеют жить. Есть люди, которые умеют отображать жизнь. Я не умею ни того, ни другого. Я как фальшивый рубль, не обеспеченный золотым запасом. 70 лет настраивались. Теперь 70 лет будем перестраиваться. А жить когда? Не знаю, уезжать мне или создать совместное предприятие. Оставь мне свой адрес. Спасибо. Спасибо, милая. Спасибо. Спасибо. Деловая. Могла бы и больше подарить. Скребель. Интердевочка. На пальцы. Ой, куда я это надену? А куда ходить? Ты же знаешь, куда. В магазин. Вот в магазин и наденете. Постой. Я не хотела тебе говорить этого. Ну, потом решила, что ты должна знать. Игорек умер. Как? Был запой. Сердце не выдержало. Игорь. Все. Все. Пошли. Игорь. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...